Глава первая. Причина, лежащая в образовании полевой формы жизни человека. Всем людям свойственно познавать самих себя и мыслить. Гераклит. В Джудши в главе 2 зачатия говорится. Нормальная сперма и кровь, то есть яйцеклетка родителей, и вижняна, сознание, душа, а скорее всего лучше сказать дух, под воздействием кармы и клеша, соединяют свои первоэлементы и становятся причиной появления в матке зародыша человека. Карма – закон воздаяния за прежние заслуги и возмездие за грехи. Клеша – привязанность к земной жизни. В этом отрывке однозначно говорится о двух формах жизни – полевой и физической, который вместе создает человеческое существо. И действительно, повседневная практика показывает нам, что если человек упал в обморок и тому подобное, он первым делом теряет сознание. Частично отключение сознания происходит во сне, а полное – во время смерти. Одно лишь тело без сознания представляет собой труп. В другой книге под названием «Каллагия» говорится следующее. Сознание человека организуется определенным образом. Создается центр организации сознания. Этот центр является центром произрождения или произведения гравитационных волн, которые входят в пространство, организуют его кристаллы в энергетические блоки. Таким образом достигаем цели. Приток космической энергии к центру управления этой энергией. Человек, грубо говоря, становится насосом, тягивающим в себя энергию. В этом отрывке говорится, что сознание начинает формировать различные полевые структуры. Гравитационные волны, объем, форму, время и тому подобное. А главное указывается, что к центру управления полевых структур каким-то образом обеспечивается приток космической энергии. Что, собственно, подразумевается под термином космическая энергия. Если теперь обратиться к наидревнейшим восточным писаниям Упанишада, то в Брехада Раньяка Упанишаде, 4 Брахмана, мы читаем следующие строки. Первое. Вначале все это было лишь атман в виде пуруши. Он оглянулся вокруг себя и не увидел никого кроме себя. И прежде всего он произнес «Я есмь». Так возникло имя «Я». Третье. Поистине он не знал радости. Поэтому тот, кто одинок, не знает радости. Он захотел второго. Он стал таким, как мужчина и женщина, соединенные в объятиях. Он разделил сам себя на две части. Так произошли супруг и супруга. Поэтому пространство заполнено женщиной. Четвертое. И она подумала, как может он сочетаться со мной после того, как произвел меня из самого себя. Далее описывается, что от их сочетания возникло все. Пятое. Он узнал «Поистине я есмь творение, ибо я сотворил все это». Так он стал творением. В первой книге Моисея «Бытие» Библия рассказывается, как Бог творил. «И сказал Бог, да будет, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдонул в лицо его дыхание жизнь, и стал человек душою живою». А Юрведа, основанная на мудрости Риши, говорит следующее. «Вначале мир существовал в виде непроявленного сознания. Это всеобщее сознание пришло в возбужденное состояние, и появилась тончайшая космическая вибрация, которая выразилась в беззвучном звуке аум. В результате этой вибрации возник элемент эфира. Затем этот элемент эфира начал двигаться, и его тонкие движения создали элемент воздух, который является подвижным эфиром. Движение эфира способствовало возникновению трения, которое породило теплоту. Частицы тепловой энергии проявились в форме интенсивного свечения, что в итоге образовало элемент огонь. От теплоты эфирные элементы растворяются и разжижаются, что приводит в итоге к образованию элемента вода. Далее вода затвердевает и превращается в элемент земли. В основе всего лежит космическое сознание. Универсальнейшая энергия, которая из потенциального состояния переходит в динамическое, проходит несколько ступеней превращения эфир в воздух, огонь, вода, земля, пока не израсходован энергетический потенциал, и она не застынет в твердом веществе. Поэтому Айрведа говорит, что все, что нас окружает, и мы с вами являемся той или иной формой универсальной энергии сознания. Ибо эти энергии во множестве сочетаются в живых существах. А теперь внимательно следите за логикой моих рассуждений. Под Пуруши подразумевается духовное начало вне причин и следствий, вне времени и пространства, то есть сознание, космическое сознание, как утверждает Айрведа. Таким образом, первоначально существует лишь одно сознание, которое, выйдя из равновесного состояния, он оглянулся вокруг себя, появился беззвучный звук Ау. Образует в еще невозбужденной массе сознание полость, то есть сознание организуется определенным образом. Эта полость характеризуется пространством и временем. Так возникает физический вакуум с его безграничными потенциальными возможностями. Он стал таким, как мужчина и женщина, соединенные в объятиях. Он разделил себя на две части. Так произошли супруг сознания и супруга вакуум. Возбужденное сознание теперь взаимодействует с вакуумом и образует из него кванты, лежащий в основе энергии и вещества. И она подумала, как он может сочетаться со мной после того, как произвел меня из самого себя. Эфир начал двигаться, появился воздух, то есть энергия вращения и колебания. Взаимодействие сознания с вакуумом и квантовым полем, то есть движение эфира способствовало возникновению трения и образованию огня, порождают плазму, сущность которой выражается в тепле и электромагнетизме. Дальнейшее взаимодействие сознания, вакуума, квантового поля и плазмы порождает гравитационную энергию, которая заставляет сближаться частицы плазмы и собирает их в атомы и молекулы. В результате этого образуется многообразие веществ. Супруг, то есть сознание, сочетается со своей женой, в результате чего появляется все многообразие веществ и энергии. Эфирные элементы растворяются и разжижаются, образуется вода, а когда застывают под воздействием гравитации, образуется элемент Земля. Энергия сознания в результате поэтапных превращений в вакуум, квантовое поле, плазма, атомы, вещество и израсходование собственного потенциала застывает или останавливается в образованной ей конечной форме материи. Причем в местах поэтапного преобразования сознания в вакуум, кванты и так далее имеются зоны фазового перехода или преображения. Чакры в переводе с индусского, чакра означает колесо. Например, чакра преобразователь энергии квантового поля Вселенной в тепловую, световую и электромагнитную Солнце. Вот так образуется Вселенная и каждый материальный объект в ней. Чтобы лучше уяснить себе суть изложенного материала, повторим все выше изложенное современными словами. Вначале появляется пространство и время. Невидимые, тончайшие вибрации, следы энергии и вещества образуют квантовое поле Вселенной. Чакры Вселенной в виде галактик и звездных систем вращаясь преобразуют энергию квантового поля в плазму, электромагнетизм, свет, тепло и вещество, гравитационную энергию. Подобный процесс перекачки сознания в материю длится миллионы лет, после чего наступает обратный процесс. Вещество растворяется, превращается обратно в сознание. Эти циклы проявления исчезновения Вселенной у древних индусов получили название «Дни и ночи Брамы». Рисунок 1. Образование возбужденного сознания в невозбужденном и т.д. Рисунок 2. Аналогия между человеческим организмом и Вселенной. Можете эти рисунки посмотреть. По отношению к Вселенной человек является Вселенной в миниатюре. Сознание проявляет себя аналогичным образом. Человек занимает определенный объем пространства, в котором имеется собственное время. В этом объеме действуют те же энергии – вращательно-колебательно, тепловая, электромагнитная, световая и гравитационная. В человеке присутствует все, что имеется во Вселенной – свой вакуум, квантовое поле, плазма, атомы, молекулы, вещество, а также имеются собственные преобразователи энергии сознания – чакры. Различные органы, например, печень, почки, сердце и т.д. имеют свой объем, который они занимают в пространстве организма. Следовательно, они имеют и свое сознание, которое несколько отличается от общего сознания организма, но подчиняется ему. В свою очередь, каждая клеточка в органах имеет собственно миниатюрное сознание и свою чакру преобразователь. Явление циклоза в клетках подтверждает это. Таким образом, человек состоит из огромного количества сознаний, которые по цепочке иерархии входят в большое сознание. Сознание клеток печени входит в общее сознание печени, а нам, в свою очередь, в общее сознание организма, подчиняясь и работая на него. В то же время, важно отметить, что большое сознание опекает меньшее, следя за его правильным развитием, и страдает, если меньшее сознание работает только на себя в ущерб остальным. Например, раковые клетки рвут вокруг себя все связи, создавая застойные области, чтобы избежать регулировки со стороны сознания организма. Уникальный смысл в связи с этим приобретает высказывание Иисуса Христа. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится к вам». В индусской терминологии силу или энергию сознания называют кундалини и говорят, что она после того, как образовала организм, переходит в спокойное состояние и спит, свернувшись в 3,5 оборота в области копчика. Таким образом, мы с вами разобрали, что причиной образования человеческого организма является сознание. И, конечно, работа с ним намного важнее, чем с питанием, очищением и тому подобное. Глава 2. Слагаемые человеческой личности, их особенности и влияние на человеческий организм. Труднейшая задача в наши дни заключается не в том, чтобы познать и использовать окружающую природу, а в том, чтобы понять механизм своего собственного поведения и научиться им управлять. Бич. Ведение. Аюрведическая медицина основана на философии Сангхья. Слово Сангхья состоит из двух санкскритских слов. Сад – истина, и Кхья – знание. Опираясь на эту философию, но переводя ее на более понятный нам язык, мы разобрались в том, как образуется человеческий организм, то есть полевая и материальная форма жизни. Теперь нам предстоит разобраться на основе данной философии, как образуется человеческая личность, за счет каких процессов в организме она проявляется и какое влияние эти процессы оказывают на организм. Согласно философии Сангхья, первым в результате взаимодействия сознания и вакуума, пуруша – мужское начало и прокрытие женского начала, образуется космический разум. Махат – великий архитектор. Космический разум для дальнейшего собственного проявления формирует пять органов действия. Все многообразие энергии. Пять органов чувств, которые сообщают о том, как идет работа и ум, которые координируются действия с целью воплощения задуманного. На основе ума, чувств и органов действия формируется понятие «я» или «эго». Это понятие ложное по своей сути, ибо отождествляет себя не с первопричиной сознанием, а с энергиями, чувствами, умом и телом. Аналогичный процесс формирования происходит и в человеческом организме. На основе сознания появляется разум, который с помощью голографического тела задает размеры, форму, пропорцию и функцию будущему телу. Далее идет поэтапное построение человеческого тела с помощью раскрутки сжатой голографической информации. Начальная форма оплодотворенных клеток, зародыш, форма земноводного, далее форма животного, потом человекообразные обезьяны, ребенка и, наконец, взрослый человек. Следует особо подчеркнуть, что в момент зачатия полевая форма жизни, то есть виджняна, прикрепляется к яйцеклетке и теперь два составляют единый организм. Разум формирует органы чувств и ум, которые помогают человеку жить. Обычно люди не понимают этих тонкостей и отождествляют себя с тем, что знают от органов чувств. Судят о себе и своих возможностях по органам действия, а о том, насколько эффективный человек в реализации задуманного, то есть в собственной деятельности, судят по уму. В результате человек связывает себя с собственным телом, органом действия, чувствами, умом, процессом деятельности и плодами этой деятельности. Вот это и есть ложное эго. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Иисус Христос. Рисунок процесса образования из космического сознания проявленной вселенной, а рядом соответствующий процесс развития человеческого организма. Можете посмотреть вот этот интересный рисунок. Итак, под личностью мы будем подразумевать конкретного человека во всем многообразие чувств, потенциальных возможностей ума, индивидуальной конституции, отношений с окружающим миром и физической деятельностью. Но при этом будем постоянно помнить, что личность конкретного человека является внешним проявлением энергии и материи сознания и включает в себя полевую форму жизни и физическое тело. Отличительными психологическими особенностями личности являются сознание, индивидуальность, саморегулирование, активность, взаимосвязь. Виды человеческого сознания и их роль в оздоровительном процессе. Человек как личность имеет два главных вида сознания, которые имеют сложное строение и специфическое влияние на организм человека. Первичное сознание образует полевую форму жизни человека и поддерживает ее в течение всей жизни. Клеточное сознание функционирует в тех случаях, когда первичное сознание по какой-то причине покидает физическое тело. Его основная цель – выживание физического тела как клеточного содружества. Оба этих видов сознания одна главная задача – максимально приспособиться к окружающим условиям среды и выжить. Рассмотрим эти виды сознания, их устройства и взаимосвязи. Первичное сознание в человеческом организме образует разум, органы, чувства и действия. Именно оно на квантовом уровне поддерживает наш организм в стабильном состоянии, образует жизненные принципы, ветер, желчь и слизь, дает индивидуальную конституцию. Все кармические причины и влияния налипают на первичное сознание и мешают правильно разуму воспроизводить полевую форму жизни человека. Например, они блокируют поэтапную передачу энергии сознания через чакры. В результате этого происходит искаженное развитие всего человеческого организма, недополучение определенных энергий и как следствие это корявое телосложение и плохое здоровье. Станислав Гров подтверждает вышеуказанное своими 30-летними исследованиями в области изучения измененных состояний сознания. Вот что он пишет в своей работе «Исцеление без лекарств». Если происходит блокировка в области сахасрары чакры, это область макушки, появляется болезненное сжатие, сдавливание как бы стальным обручем, охватывающим голову. Это особенно характерно для людей, страдающих головными болями, вызываемыми напряжениями, давлением или мигренью. Блокировка в области аджны чакра, область лба, проявляется в виде напряжения и боли вокруг глаз, дрожанием век, проблем со зрением. Блокировка в области вишудха чакры распространена у многих людей и проявляется в виде пневмонии, сдавливания горла, приступов от души, а в крайних случаях в виде заиканий. Блокировка анахаты чакры, расположенной в области сердца, проявляется дискомфортом в области сердца, сильном сжатии грудной клетки. Блокировка в области пупка, где расположена свадхистана чакра, появляется в спазмах и болях тазовой области половых органах. Это приводит к появлению импотенции, фригидности, болезненным менструальным спазмам и прочим неизлечимым половым проблемам. Блокировка муладхары чакры, расположенной в области промежности, ассоциируется с анальными спазмами, болями и беспокойствами в этой области, а также колитами, запорами или поносами. На основе первичного сознания формируется обыденное сознание человека. Оно в основном основано на органах чувств, которые докладывают, как работают органы действий. В результате этой деятельности образуется память, на которой, в свою очередь, основываются ум и интеллект. Обыденное сознание обычно рассматривается с двух позиций – внешнее сознание и самосознание. Внешнее сознание направлено на окружающий человека мир и позволяет ему добывать знания об этом мире и максимально приспосабливаться к нему. Постегать его законы, вести успешную внешнюю деятельность. Внешнее сознание нарабатывает память, формирует ум и интеллект. Память человека отмечает события, происшедшие в пространстве и времени. Ибо человек осознает себя и окружающий мир только в конкретном пространстве и времени. В результате такого осознавания в полевой форме жизни человека происходят особые процессы структуризации в виде голографических образований, в которых хранится вся информация о событиях, ощущениях и т.д., которые произошли с человеком. Записывается и сортируется абсолютно все. Чувствительные ощущения отдельно для каждого органа чувств. Последовательность эпизодов жизни. Радостные моменты и неприятности. Логическая информация и многое другое. Таким образом, память представляет собой огромные банки данных, систематизированные и упорядоченные. Помимо памяти в полевой форме жизни существует клеточная память физического тела, в которой накапливается абсолютно вся информация, получаемая человеком, в период сильной боли и особенно бессознательности. Это очень важный вопрос, касающийся здоровья человека, и мы рассмотрим его со всей тщательностью. Полевая форма жизни не только пронизывает физическое тело человека, но и далеко выступает за его пределы, образуя яйцеобразную полость вокруг него. Обычно ее называют аурой. Образована аура холодной литонной плазмой, которая предохраняет тело человека от разнообразных энергетических воздействий. В момент сильной физической боли, а тем более бессознательности, полевая форма жизни отделяется от физического тела и клетки не защищены лептонной броней. Теперь на них, как на чистом листе бумаги, записывается все, что происходит вокруг тела. Акустические волны – это голоса, звуки улицы и так далее. Запахи, освещение и так далее. Запись есть не что иное, как структурное изменение содержимого клеток под влиянием энергии, несущей информацию. Так в физическом теле накапливается совершенно ненужная информация, которая мешает работе всего организма. Рисунок, на котором показано, как происходит образование клеточной памяти. А. Процесс образования мысли. Б. Человек в немыслительной деятельности воспринимает информацию. В. Зарождение мысли, ее формирование и выведение наружи. Например, человек размышляет о прочитанном. Первое. Образуется пространство, заполненное психической энергией. Второе. В взаимодействии психической энергии с пространством, в соответствии с заложенным информационным смыслом, вырабатывает соответствующие энергии, заштриховано и закрашено. Третье. В соответствии с вырабатываемыми энергиями, начинается излучение информации в виде волн электромагнитной гравитационной световой энергии. В итоге память состоит из банков, полезной для жизнедеятельности организма информации и вредной. Ум человека формируется на органах чувств и памяти. Его деятельность сводится на основании прошлого опыта и полученной чувствами информации максимально согласовать жизнедеятельность организма человека с моментом текущей жизни, возникшей ситуации и тому подобное. С помощью ума мы воспринимаем, воображаем, представляем и решаем. Ум человека можно условно подразделить на три части. Аналитический ум анализирует поступающую информацию, сверяет ее с имеющейся в информационных банках, формирует новые выводы, изменяет старое с целью улучшить качество жизни. Он обладает полной властью для внедрения в жизнь своих действий и желаний. При помощи механизма, регулирующего жизненные функции, аналитический ум может повлиять на любую функцию организма. Подчеркнем, что аналитический ум работает только с памятью, имеющейся в полевой форме жизни. Реактивный ум работает исключительно на раздражительно-ответной основе и думает исключительно категориями идентичности. Он связан с клеточной памятью и приводит в действие информацию, записанную на клеточных структурах в момент сильной боли или потери сознания. Рабочий ум – это инструмент, который реализуют в волне действий аналитического или реактивного ума. Другими словами, человек хочет выпить стакан молока. Аналитический ум просчитывает все действия для этого. Взять в руки стакан, налить молоко, поднести ко рту и начать пить. Но молоко оказалось слишком горячим и вы обожгли язык. Резко отдернули руку и пролили молоко. Вот это действие реактивного ума. Вы получили отрицательный результат. В следующий раз при поднесении стакана ко рту у вас бессознательно всплывает эта ситуация и рука слегка дергается. Это командует уже встроенная в клетки болезненная информация, активизированная реактивным умом. Таким образом, вы видите, что реактивный ум в определенных случаях отключает аналитический ум, завладевает рабочим умом и приводит в действие нецелесообразный поступок. Надеюсь, вы поняли разницу между этими разновидностями ума. В дальнейшем мы более конкретно разберем этот механизм взаимодействия аналитического, реактивного и рабочего ума. Интеллект основывается на памяти и уме человека. Его основная задача – постигать, ставить и решать проблемы. Из этого сразу становится ясным – чем меньше знаний и много клеточной памяти, тем хуже интеллект человека. Самосознание человека возникает в результате его взаимодействия с окружающим миром, людьми. Человек начинает осознавать себя реально существующим во времени и пространстве как часть интимной окружающей среды, то есть собственного тела. С собственным телом он не только воздействует на мир, но и сам испытывает разнообразные влияния этого мира. Например, помимо необходимой памяти накапливает отрицательную клеточную. В результате деятельности самосознания человек получает знания о себе самом и своих возможностях. Различные психические установки, полученные в течение жизни, а также количество клеточной памяти, сильно извращают знания о себе и своих возможностях. Уровень самосознания во многом зависит от интеллекта. Самосознание, как вершина человеческой психики, включает в себя три взаимосвязанных компонента – самопознание, самоконтроль, самосовершенствование. Самопознание складывается из самонаблюдения и самооценки. Самонаблюдение подразделяется на два вида. Первый вид – это когда человек как бы со стороны наблюдает за собой своей деятельностью, соотносит ее в результате с собственными установками и целями. Именно этот вид самонаблюдения может показать вам, что у вас имеются странные, нелогичные, нецелесообразные действия, особенно в некоторых ситуациях. Это указывает на то, что у вас много порочной клеточной памяти, зажатых эмоций, которые вдруг активизируют определенная жизненная ситуация. Второй вид – когда человек наблюдает за процессами, происходящими внутри собственного организма, психики, их индивидуальными особенностями, тем самым познавая собственное «Я». В результате такого двойного самонаблюдения человек сам познает результаты применения разнообразных оздоровительных средств, находит слабые места, подбирает приемлемый вариант оздоровления именно для себя. Самооценка позволяет правильно оценить свое духовное и физическое состояние. В плане оздоровления оценить эффективность той или иной оздоровительной системы, критически относиться к самому себе, к собственным недостаткам, вырабатывает умение ставить перед собой реальные цели и добиваться их осуществления. Самооценка собственного «Я» влияет на направление мысли, чувств, поведения и деятельности. Слабость, снисходительность, нетребовательное отношение к себе, стремление постоянно оправдываться, иллюзии, самоустранение – вот основные критерии самооценки. Самоконтроль позволяет управлять своим поведением. Степень самоконтроля у каждого человека не одинакова и зависит от индивидуальной конституции, воспитания, интеллектуального развития, наличия зажатых эмоций и реактивного ума. Осуществление самоконтроля призвано держать человека, вернее его полевую форму жизни, в рамках необходимого наилучшего режима. Постоянно преодолевать излишнее личное желание, неуверенность, неумеренность, то есть поспать подольше, скушать побольше и повкуснее, посмотреть интересную чепуху по телевизору вместо полезных там физических занятий и тому подобного. Самоконтроль является главным условием самосовершенствования. Самосовершенствование – процесс улучшения всех качеств личности с целью приближения к воображаемому идеалу. Каждый человек сам для себя создает образ такого идеала, к которому он стремится. Например, многие избрали таковым для себя Порфирия Иванова и, следуя его рекомендациям, пытаются достигнуть того же. В нашем случае под самосовершенствованием мы будем подразумевать процесс наработки здоровья, раскрытия потенциальных возможностей, заложенных в человеке с учетом его индивидуальной конституции и иных особенностей. Итак, мы с вами разобрали виды человеческого сознания, что на чем основывается и от чего зависит. Это крайне важно для успешного ведения собственного оздоровительного процесса. Кратко повторим основное. Первичное сознание дает нам истинную конституцию, основанную на жизненных принципах ветра, желчи и слизи. Обыденное сознание за счет внешнего и самосознания позволяет нам познавать окружающий мир и самих себя. Самонаблюдение и самооценка однозначно говорят человеку, что он отличен от других людей и что при выборе оздоровительной системы и средств он в первую очередь должен опираться на собственную индивидуальную конституцию, учитывать свой собственный возраст, уравновешивать жизненные принципы и кое-что иное. Все это выражается в стремлении самосовершенствоваться, эволюционировать, то есть развиваться. А это вызывает необходимость в постоянном самоконтроле, самонаблюдении и самооценке. Психическая индивидуальность человека Психическая индивидуальность человека полностью основана на первичном сознании человека. От того, какой объем пространства занимает организм, сколько в нем имеется индивидуального времени, насколько загрязнена полевая форма жизни эмоциональными шлаками и насколько сильно клеточное сознание, то есть чем больше в ней патологической информации, тем хуже. От этого зависит память, ум, интеллект и способность к волевым усилиям. Индивидуальное отличие первичного сознания выражается в напряжении, вибрации и ритме. Именно эта характеристика лежит в основе волевого усилия, желания достичь поставленной цели, воплотить задуманное в жизнь и, наконец, желание во что бы то ни стало победить болезнь. Даже когда все отвернулись от тебя и ты действуешь всему и вся наперекор, вопреки разным невозможностям медицинского и бытового характера, сильная воля ищет средства для осуществления цели, слабая ищет оправдание, пасуя перед трудностями. Память человека зависит от пространственной и временной характеристики человека. Чем больше и гармоничнее пространство, занимаемое человеческим организмом, и чем больше времени в нем, тем длительнее память. Если в организме человека сильно выражен принцип ветра, то человек обладает способность к быстрому, но непрочному запоминанию. За счет движения быстро образуется голографический слепок события или информация, но из-за недостатка времени он быстро рассеивается, а ограниченность пространства лимитирует объем памяти. У кого хорошо функционирует манипура чакра, расположенная в области печени, вырабатывающая световую, тепловую и электромагнитную энергию, то есть выражен жизненный принцип желчи у тех людей острый аналитический ум, способный к качественной переработке информации, компоновке в новые виды знаний и так далее. Это происходит потому, что за счет обилий световой энергии человек лучше чувствует голограмму местности, Земли и космоса и считывает информацию. Обилие электромагнитной энергии делает человека более восприимчивым, к ее восприятию. За счет этого эти люди прекрасные диагносты. Ввиду того, что ферментативные системы у этих людей находятся на верхнем уровне активности, у них лучше осуществляются всевозможные аналитические процессы в коре головного мозга, что способствует лучшему проявлению ума и приобретенных знаний уже на физическом уровне. Люди с выраженной слизистой конституцией организма из-за большого объема своего тела обладают хорошей памятью, многообъемой времени, но из-за недостатка ветра восприятие нового затруднено, не хватает движения для быстрого образования информационных голограмм. Отсюда у них замедленность восприятия и обработки новой информации, но зато то, что они поняли и запомнили, остается на всю жизнь. Индивидуальные отличительные способности в чувствовании окружающего мира зависят от функционирования чакр, от того, насколько они правильно функционируют, то есть не блокированы застрявшими эмоциями, не искажены клеточной памятью, зависит не только выражение чувствительности, но и органа, связанное с органом чувств и органом действия управляемого этим чувством. Чакра, вырабатывающая психическую энергию, с помощью которой разум образует организм человека, это ажна чакра, связана с умом, интеллектом, памятью, творческими и волевыми способностями конкретного человека, то есть мозгом на физическом плане. Если чакра блокирована, то человек может отставать в умственном и физическом развитии. Чакра, вырабатывающая энергию пространства и времени, вишутка связана со слухом, органом слуха умом, действием речью, то есть воспроизведением звуков и действием голосовыми связками язык-род. Если чакра блокирована, то человек туго ух, заикается или плохо разговаривает. Чакра, вырабатывающая электромагнитную и энергию движения анахата, связана с осознанием, органом осознания кожи, действием держанием и органом действия рукой. Кожа на руке наиболее чувствительна, и рукой мы ощущаем твердость, мягкость, шероховатость и так далее, окружающих нас предметов. При блокировке этой чакры происходит расстройство с осознанием, плохая координация движений в руках. Чакра, вырабатывающая тепловую световую энергию манипура, связана со зрением, органом зрения глазом, действием ходьбой, органом действия стопой. Ведь глаз дает направление действий при ходьбе. Блокировка этой чакры вызывает проблемы со зрением и передвижением. Чакры, вырабатывающие гравитационную энергию Сватхистана и Муладхара, связаны со вкусом и обонянием. Вкус связан с органом вкуса языком, действием детородной и органами действия гениталиями. Обоняние связано с органом обоняния носом, действием выделением, выделением отходов из организма и органом выделения анусом. Блокировка Сватхистана чакры вызывает расстройство вкусовых ощущений, различные неполадки в половых ощущениях и т.д. Блокировка манипуры чакры вызывает неполадки с обонянием и эвакуаторная функция толстого кишечника. Из вышеизложенного становится очевидным, что в зависимости от приобретенных и накопленных в течение жизни эмоциональных шлаков и клеточной памяти у каждого человека свое собственное восприятие окружающего мира. Одни люди любуются природными пейзажами, а на других они не производят никакого действия. Одни восторгаются тонким ароматом и вкусом, а для других это ничто. Одни испытывают невероятные по остроте и интенсивность и половые ощущения, для других это просто работа. Поэтому одни люди лучше владеют речью и обладают прекрасным слухом, другие работают дегустаторами, а третьи дизайнерами, модельерами. Подавляющее большинство населения настолько зажаты и подавлены, что им безразлично где работать, лишь бы быть не хуже других, иметь жилье, пищу и тешить себя всем, доступным спектром чувственных ощущений. У людей, имеющих открытыми более высокие чакры, находящиеся в области мозга, лучше выражены умственные способности, духовные переживания. Такие люди лучше других чувствуют связь с космосом, постигают очевидные духовные истины, недоступные для других. На основании вышеописанного и индивидуальных отличий, заложенных в жизненных принципах, формируются биологические и социальные потребности каждого конкретного человека. В свою очередь эти потребности формируют осознанное побуждение к определенному образу действий. Так происходит мотивация нашей деятельности. Действие человека называется поступком, который воспринимается и осознается человеком, и который выражает отношение человека к самому себе, окружающим людям. Из множества поступков состоит поведение человека. Таким образом, на основании биологических и социальных потребностей, вытекающей из индивидуальной конституции, а также зашлакованности полевой формы жизни эмоциональными шлаками, а физического тела клеточной памятью, формируются поступки каждого конкретного человека. В результате этого человек привыкает действовать в соответствии с вышеуказанным, что формирует динамический стереотип, то есть привычку, который, закрепляясь в коре головного мозга, строит специфическое поведение каждого человека. В свою очередь специфичность поведения и является отличительной чертой каждой личности. Проиллюстрируем это несколькими примерами. Жизненный принцип слизи соотносится с временем и гравитацией. Человек, имеющий выраженный конституционный тип слизи, за счет обилия энергии, времени и гравитации, имеет массивное тело с повышенным содержанием жира и воды. Кстати, вода и жир наиболее сродственны времени и гравитации. Вода наиболее тяжелая ткань в организме человека. Если вода более-менее быстро испаряется, что говорят о меньшей энергии времени для поддержания стабильного объема и жидкой консистенции, то жир очень долгое время не теряет свои структуры и поддерживает стабильность объема, но при этом мешает всем циркуляторным процессам. Продолжим. Физиологические процессы у таких людей замедлены, ферменты недостаточно активны, биологические потребности в виде жажды, голода у них мало выражены, сон длителен, спокоен, двигаются и говорят они не спеша, терпимы к окружающим, сострадательны, имеют хорошую память, хотя новое воспринимается ими с затруднением. Пищу предпочитают употреблять горячую и сухую, то есть любители сухари. Любят разнообразные стимуляторы, кофе, чай, алкоголь, никотин. Из-за того, что большую массу тела трудно обогревать, любят тепло, предпочитают греться на пляже. Социальные потребности выражаются в том, что эти люди предпочитают сидячую работу, связанную с накопительством. Познавательные запросы в основном включают такой круг знаний, как что-либо заполучить свою собственность, а затем надежно сохранить и приумножить. Наиболее выражены эти потребности у банкиров, землевладельцев, владельцев недвижимости и так далее. Естественно, вышеуказанные потребности выражаются в деятельности человека, которое формирует поведение, по которому судят о данном человеке как о личности. Обычно говорят следующее. Этот толстый, сострадательный, но жадный человек во всем старается не упустить собственную выгоду. Любит посидеть в компании, привязан к собственному имуществу и семье. Кушает мало, предпочитая теплую и сухую пищу. Гурманом такого человека назвать нельзя, хотя пристрастен к противоположному полу. Отпуск любит проводить в жаркой местности возле моря. Жизненный принцип желчи соотносится с электромагнитной, световой и тепловой энергиями. Человек, имеющий выраженный конституционный тип желчи, за счет вышеуказанных энергий имеет сильно выраженные теплообразующие свойства организма, активные ферменты, желтоватый цвет кожи. Биологические потребности организма такого человека в виде жажды и голода резко выражены. Тепло испаряет влагу, ферменты быстро переваривают и расщепляют пищу. Эти люди не переносят сухого жаркого климата, ибо это приводит к еще быстрому испарению воды из организма, сухости в теле. А чрезмерная активность ферментов, чем выше температура тела, тем активнее ферменты, разрушает ткани самого организма, например, круг. Поэтому эти люди стремятся жить во влажном и прохладном микроклимате, предпочитая прохладную пищу и напитки, поглощая их в большом количестве. Если лица с выраженной желчной конституцией попадают в вышеописанные неблагоприятные условия, биологические потребности заставляют их срочно менять условия, ибо они становятся легко раздражимыми, злыми, плохо себя контролируют. Дело может дойти до умственного расстройства. Социальные потребности выражаются в том, что эти люди любят показать себя, блеснуть своими достижениями и т.п. Большинство актеров, эстрадных певцов, спортсменов, люди с выраженной желчной конституцией, научные сотрудники, изобретатели и люди других творческих профессий обязательно имеют выраженные желчные качества. Они легко воспринимают идеи, витающие в воздухе, постоянно стремятся к познанию, новизне, экспериментам, изобретательству, инноваторствам. Это выражается не только в области техники культуры, но и в устройстве общественной жизни. Вышеуказанные потребности по цепочке формируют поведение самого человека. В итоге о таких людях говорят следующее. Умный, но резкий человек. Предпочитает прохладительные напитки, холодные блюда. Любит регулярно и плотно кушать. Пылкий и темпераментный в любви. Жизненный принцип ветра соотносится с пространствами движения. Обилие вращательно-колебательной энергии в организме, имеющим небольшое по сравнению с конституцией слизи пространство, либо это пространство непропорционально, что чаще бывает. Приводит к тому, что физиологический процесс у такого человека быстро и не совсем правильно протекает. Быстро, но не полно переваривается пища, быстро эвакуируется, быстро испаряется влага из организма, за счет чего обезвоженный кал превращается в каловые камни и бывают запоры. Короче, у этих людей все идет слишком быстро. Внешне это выражается в быстрой походке, чрезмерной говорливости, быстрой, но недолгой памяти, суетливости при работе. Слабая память возникает из-за нехватки энергии времени и малого индивидуального пространства. Недостаток гравитационной энергии заставляет их постоянно утяжеляться, помного и часто кушать, постоянно что-то жуют. Но при этом они не поправляются, ибо гравитационная энергия, полученная из пищи, едва-едва уравновешивает возбужденный жизненный принцип ветра и быстро рассеивается. Чтобы пополнить энергию времени и уменьшить жесткость внутрь организма, они предпочитают кушать жирное, маслянистое, сладкое, мягкой консистенции. Особенно нажимают на крахмалистую пищу с обилием масла. Из-за быстрой потери организма воды и тепла, эти люди пьют много горячих и сладких напитков. Маленький объем тела плохо удерживает тепло в организме, они постоянно мерзнут. Поэтому они любят носить теплые шерстяные вещи, окрашенные в согревающие цвета, теплый и влажный микроклимат. Вот так биологические потребности налагают на них свой отпечаток в поведении. Социальные потребности выражаются у этих людей в виде того, что они все хотят сейчас. Поэтому они очень быстро тратят заработанное и редко накапливают какое-либо имущество или капитал. Любят зрелище с быстрой сменой декораций, легко поддаются чужому влиянию, пугливы и неуверены в себе. То есть нет основательности, которая дает гравитационная энергия и время. Жизнь таких людей проходит без определенных целей, живут одним днем, работают где попало. В результате таких потребностей формируется соответствующее поведение личности. О таких людях обычно говорят, что они ненадежны, легко увлекаются новым. Моты непостоянны ни в деловых, ни в семейных, ни в любовных отношениях. Кушают беспорядочно, ведут беспорядочный образ жизни, любят увеселительные зрелища и компании разного рода. Итак, мы с вами разобрали психологическую индивидуальность человека в идеальном варианте, когда она не имеет эмоциональных шлаков и патологической клеточной памяти. Ибо эти факторы вносят существенные коррективы в наше поведение, ухудшая качество жизни и приводя к психосоматическим заболеваниям. Но об этом мы с вами поговорим в следующем разделе. В заключении сделаем краткие выводы. Если рассматривать психическую индивидуальность человека с позиции оздоровления собственного организма, а тем более излечения от сложного и опасного заболевания, то получится следующее. Одни люди регулярно и кропотливо работают над собой в соответствии с их интеллектуальным развитием. Другие отдают дань модным оздоровительным системам и средствам, не вдавая что, подходит ли это для вас или нет. Третий занимает промежуточное положение между двумя вышеописанными. И наконец четвертый из-за низкого интеллектуального развития считает все это бесполезной тратой времени. Серьезно заболев, одни люди предпочитают капитально изучить свой организм и действовать методически и целенаправленно. Например, как академик Микулин, который авиационные моторы проектировал, Михаил Котлеров, в результате их ждет полная победа над недугами и долгие годы плодотворной и здоровой жизни. Другие мечутся по поликлиникам, целителям, колесят по стране, гонимые собственными страхами и незнанием. Поэтому познавайте сами себя, не жалея на это средств, сил и времени. Психическая активность человека. Как бы человек не пытался забыть о ней, психическая энергия напоминает о себе. И дело просвещения. Научить человечество обращаться с этим сокровищем. Николай Рерих. Жизнь – это усилие во времени. Марсель Прут. Психическая активность человека – многогранное явление, в которое входят разнообразные психические проявления, механизмы их образования, различные состояния психической активности и их особенности. И, наконец, первопричина, приводящая в движение психику человека. Проявление психической активности выражается в чувствовании, эмоциях, мыслях, образах, волевых побуждениях и поступках. Самым первым проявлением психической активности человека является чувствование, ощущение, получаемое человеком от внешнего мира и соответствующий ответ на реакцию. Человек слышит и поворачивает голову в направлении звука. Что-то видит и фокусирует на этом зрении и тому подобное. Раздражение, получаемое от органов чувств, в конце концов, активизирует чакру, соответствующую этому органу или органам. Она приходит в активное состояние и начинает вырабатывать в повышенном количестве соответствующий вид энергии. Например, приятная музыка располагает на один лад. Подобное действие оказывает и природный пейзаж с солнечным утром. Вкусная пища, красиво оформленный стул создают праздничное настроение. И наоборот, траурная музыка, вид городской свалки, объедки на столе создают у человека совершенно другое настроение. На основе чувств и эмоций рождаются мысли. Мысль – это деятельность ума, которая обрабатывает информацию и выдает ее в виде логического компонента – мысли, либо в виде образа – образное мышление. Далее происходит отбор рабочей части ума. Что воплощать в виде действия? Как только отбор закончен, то есть принято решение, подключается энергия и задуманное проявляется в том или ином поступке, действии и т.п. Другими словами, мысль необходимо соединить с энергией, что осуществляется посредством воли. Но в определенных жизненных ситуациях активизируется реактивный ум, который оттесняет аналитически, соединяет свою информацию с энергией, что выражается в нелепом, неправильном или неконтролируемом поступке. Феномен этого мы будем подробно разбирать в соответствующем месте. Итак, мы с вами вкратце разобрали проявление психической активности. Но прежде чем подробно остановиться на этих феноменах и их влиянии на здоровье человека, разберем понятие психической энергии. Психическая энергия вырабатывается чакрой, расположенной в области головы. Разум, который считают архитектором человеческой личности, проявляет себя психической энергией. Ученые напрямую еще не увидели ее, но догадываются о ней по многочисленным коственным проявлениям. Например, вот что говорит Наталья Петровна Бехтерева. Это физиолог, академик РАН, академик АМН, российский авторитет в области изучения мозга. Итак, посмотрим на работу мозга с точки зрения скорости прохождения сигнала. Она велика, очень велика. И вот оказывается, что ее не хватает, чтобы обеспечить сложную психическую деятельность. Создается впечатление, как будто каждая зона знает все о десятках тысяч точек, участвующих в психической деятельности. А им, в свою очередь, известно о ней единственные. По-видимому, мозг владеет инструментом, который по мере необходимости, допустим, сложная, напряженная ситуация принятия решения, предоставляет возможность срочной передачи неограниченного объема информации. Видные канадские ученые Селье указывают, что нормальная жизнедеятельность человека немыслима без определенной степени нервно-психического напряжения, который он назвал стресс. Каждому человеку свойственен свой оптимальный тонус этого напряжения. Поэтому каждому человеку требуются определенные и, конечно же, не одинаковые степени стресса. Каждый человек должен изучить себя и найти тот уровень стрессов, при котором он чувствует себя комфортно, какое бы занятие он ни выбрал. В противном случае может развиться дистресс безделия или дистресс перегрузки. Ростовские ученые Гаркави, Квакина, Уколова на основании теории Селье провели исследования, которые показали, что в зависимости от силы или, можно сказать, дозы воздействия, в организме могут развиваться следующие адаптационные реакции. Реакция тренировки – общая неспецифическая адаптационная реакция на слабые раздражители. Реакция активации – общая неспецифическая адаптационная реакция на раздражители средней силы. Реакция стресса – общая неспецифическая адаптационная реакция на сильные и длительные раздражители. Белорусский ученый Вейник опытным путем установил, что изменяя произвольно собственную активность сознания, можно убыстрять или замедлять протекание времени в окружающем человекопространстве. Психическая энергия занимает весь пространственный объем, в котором находится полевая и физическая форма жизни человека. Именно она особым образом структурирует квантовое поле человеческого организма, руководит течением времени в организме, образует чакры и регулирует их функционирование, участвует абсолютно во всех процессах, происходящих в организме, она их двигает и направляет. Вот почему с ее помощью каждая зона знает все о десятках тысяч точек, участвующих в психической деятельности, а им в свою очередь известно о ней единственное, срочно передает неограниченный объем информации. Количество психической энергии в организме зависит от первичного сознания, которое проявляет себя в напряжении, вибрации и ритме. Оптимальное количество этой энергии вырабатывается чакрой разума при определенной степени нервно-психического напряжения. При этом каждый человек обладает собственным, строго индивидуальным пределом такого напряжения. Если этот предел переступается, то наступает истощение психической энергии. Но если человек далеко не на полную мощность использует эту энергию, то пропадает стимул к ее полноценной выработке и человек слабеет от безделья и скуки. Поэтому для выработки достаточного количества психической энергии каждый человек должен изучить себя и найти тот уровень стресса, то есть психически нервно-мускульного напряжения, при котором он чувствует себя наиболее комфортно. Исследовательская работа ростовских ученых показала, как надо увеличивать нагрузку, чтобы был постоянный рост психической энергии в организме. При этом было подмечено ряд особенностей, происходящих в организме и указывающих, какие системы организма в первую очередь активируются психической энергией и где она срабатывается. Так, нервная система человека является основным потребителем этой энергии. Как правило, после сильного стресса, сопровождающегося мощной тратой психической энергии, в нервной системе развивается торможение. Во время этого процесса торможения происходит пополнение растраченной психической энергии. Вторым не менее важным потребителем является эндокридная система. Вот почему волевые проявления, например мышечное напряжение, небольшие и средние силы, регулярно повторяющиеся, приводят к усилению психического тонуса, накапливанию психической энергии и увеличению здоровья человека. Если теперь обратиться к практическому опыту развития психической энергии, то его предостаточно. Порфирий Иванов с сознательным терпением регулярно и постепенно средства нашел в холоде и в голоде. Сознательно терплю ради своего здоровья и всего мира людей. Развивал и наращивал потенциал психической энергии. При этом он всегда говорил, что дозировку терпения надо подбирать такую, чтобы тебе было хорошо. В результате такой раздуманной, целенаправленной тренировки накапливаются огромные запасы психической энергии, а также многократно увеличивается способность организма к ее выработке. Вот, например, пример возросшей психической энергии у Порфирия Иванова. Я, Паршик, сегодня ради тебя и других таких не употребляю пищу 65 суток и не пью воды. Скажи, где я беру силы? Только на бугре. Это мой рай, мои там в цветах силы. То есть это было определенное место. Русским врачом Захариным и английским Гедом описаны определенные области кожи, в которых при заболеваниях внутренних органов появляются отраженные боли, а также болевая и температурная сверхчувствительность. По мнению ученых, механизм локализации соответствующей боли объясняется проведением импульсов по нервным путям спиной мозг от него на соответствующие участки кожи. Но при этом указывается, что зоны кожи, соответствующие различным органам, могут взаимно перекрываться, соответствуют одним и тем же участкам. Например, совпадают зоны легких и сердца, зоны желудка и печени, мочевого пузыря и простаты. Отсюда у врачей возникает путаница. На самом деле чакры, как преобразователи энергии сознания в тот или иной вид энергии, берут начало в соответствующих участках кожи, лепесток чакры. А корень чакры находится в органе или группе органов. Поэтому чакра, расположенная в области сердца, анахата, преобразует энергию как для сердца, так и для легких. Чакра, расположенная в области печени Манипура, обслуживает желудок, печень и поджелудочную железу. Чакра, расположенная в области чуть ниже пупка, свадхистана, обслуживает мочевой пузырь, предстоятельную железу и половые органы. Древние мудрецы давно заметили такое соотношение. Влияние кожи на активность чаков и путем растяжения определенных участков кожи с помощью статических поз раскрывает или закрывает их, добиваясь тем самым более лучшего функционирования соответствующей области организма. Ими же была установлена способность открытия чакр с помощью волевого усилия, а также способность психической энергии при локализации ее с помощью внимания притягивает, то есть вырабатывает все многообразие других энергий, усиливает кровообращение. Вот откуда берет начало поговорка мастеров цигун. Мысль ведет ци, то есть энергию. Энергия ведет кровь, а кровь, обогащенная кислородом и снабженная питательными веществами, восстанавливает поврежденный болезнью участок или орган человеческого организма. После того, как мы узнали достаточно о психической энергии, можно приступать к разбору ее проявлений. Мысли, эмоции, образов – все эти проявления рождаются в недрах полевой формы жизни и, естественно, состоят из того же материала, что и полевая форма жизни человека. То есть все энергии, из которых она образуется, находятся в мыслях, эмоциях, образах в той или иной пропорции. Таким образом, мысли, эмоции и образы – это продукты жизнедеятельности полевой формы жизни, своеобразные отходы от потребления психической энергии и энергии вакуума. Мысли, производимые полевой формой жизни, состоят из 1. Некоторого запаса психической энергии. 2. Имеют собственное пространство и время. 3. Пространство заполнено различными комбинациями энергий, соответствующих полевой форме жизни. Таким образом, мыслительная деятельность человека приводит к трате энергии полевой формы жизни. В зависимости от насыщенности мысли, психической энергии, она обладает различным сроком существования. В зависимости от формы пространства и энергии ее составляющих, несет ту или иную информацию, как отдельного фрагмента, так и всего мыслительного процесса. Древние мудрецы главное внимание уделяли тому, чтобы возникшая мысль стала четкой и ясной. Далее ее необходимо было реализовать посредством воли, в виде какого-то физического акта и вывести из организма. Считалось, что лишь физическое действие дает законченность мысли. Если мысль размазана, то есть нет четкого оформления, или по какой-то причине не реализуется в виде физического действия, то в полевой форме жизни появляются вкрапления, раковины, которые наполнены энергетическим содержанием, составляющим тот или другой информационный смысл этих мыслей. Далее вкрапления и раковины объединяются между собой по принципу подобия энергии, образуют более обширные объемы или уплотнения, и располагаются в области чакр, производящих аналогичную энергию. В итоге это приводит к сильному искажению внутренней структуры полевой формы жизни, нарушению работы чакр. Вот так происходит образование и отложение мыслительного яда, который называют империл. Ткани организма, пропитанные империлом, регулируются теперь не полевой формой жизни, а теми энергиями, составляющими информационный смысл умственного яда. В результате этого они не только неправильно функционируют, но и способны легко перерождаться в соответствии с той информацией, которая содержит объем невыведенных мыслей. Поясняем. Для того, чтобы вы поняли всю серьезность неблагоприятных последствий, невыведенных из организма мыслей, приведу научное доказательство, объясняющее это явление. В Хабаровске живет Китай Цзянг Джэнь Джэнь. Он организовал био-СВЧ-лабораторию, в которой проводит следующие опыты. Снимает полевую информацию с утки и облучает ей куриное яйцо. Или козой облучает кролика. В результате получается кура утки, а у кролика зубы растут как рога. Если теперь вернется к застрявшей мысли, то она облучает ткань организма точно так же, как и прибор Канчжена, изменяя в итоге его нормальную структуру, функцию и т.д. Мысленные шлаки необходимо обязательно удалять с помощью особых методик. Продолжим. Чтобы вывести эти загрязнения из организма, необходима особая методика, ничего общего не имеющая с современной медицины, химиотерапевтического и хирургического направлений. Эмоции имеют несколько другой механизм образования и влияют на организм человека намного сильнее мысли. Слово эмоция в переводе с латинского означает волновать, возбуждать. Эмоция вызывает в сознании не образ предмета или явления, а переживание. Можете посмотреть рисунок. Эмоции и работа различных чакр. Эмоции оттягивают на соответствующие центры психическую энергию, оголяя другие. Возникший перекос в энергетике человека со временем приводит к нарушениям в физическом теле. Первое. Эмоция радости связана с работой сердечной чакры, производящей электромагнитную энергию. В цветовом диапазоне это ярко-травянистый цвет, то есть зеленый, окутывающий человека. Второе. Эмоция гнева связана с работой манипуры чакры, производит тепло и свет, ярко-красный цвет. Третье. Эмоции печали связаны с работой свадхистана чакры, производящей гравитационную энергию серый цвет. Радость и печаль, наслаждение и отвращение, гнев и страх, тоска и удовлетворенность, тревога и разочарование – все это различные эмоциональные состояния. Эмоции тесно связаны с мотивацией биологического или социального характера и берут свое начало в индивидуальной конституции человека в полевой форме жизни. Насколько у человека открыты те или иные чакры, насколько его организм заполнит соответствующим видом энергии, которое вызывает то или иное переживание, то есть эмоциональное состояние. Далее, это эмоциональное состояние проявляется в виде специфических изменений в организме человека и его поведении. Рассмотрим механизм действия эмоций на человеческий организм. Мотивация биологического или социального характера докладывает в мозг, где находится чакра разума, что возникла потребность. Разум с помощью психической энергии, что собой представляет акт волевого проявления, начинает раскручивать соответствующие чакры, активизирует поведение человека, а с помощью ума координирует внешнюю деятельность на удовлетворении потребности. Весь этот процесс от начала возникновения потребности до ее удовлетворения будет переживаться человеком в виде соответствующего эмоционального состояния. Естественно, то, что происходит в сфере полевой формы жизни человека, передается по особым механизмам на физическое тело. Происходит это следующим образом. В гипоталамическом отделе межуточного мозга, который связан с формированием эмоций, расположены структуры, регулирующие функции всех уровней вегетативной нервной системы. Вегетативная нервная система обеспечивает регуляцию функций внутренних органов, кровеносных сосудов, желез внутренней секреции, то есть щитовидная, поджелудочная, половые железы, надпочечники и так далее. Желез внешней секреции, кожи, слизистых оболочек, мышц и других тканей организма. У нее имеются два отдела – симпатический и парасимпатический. Регуляция через симпатический отдел обуславливает расширение зрачков, утещение сердцебиений, подъем артериального давления, расширение бронхов, угнетение деятельности кишечника, побледнение кожи, усиление обменных процессов, повышается свертываемость крови, увеличивается содержание красных кровных телец, сахара, Что особенно важно подчеркнуть, так это увеличение выброса корой надпочечников, особых гормонов – картикоидов. Картикоиды обладают мощным противовоспалительным действием, подавляя воспалительные процессы при многих заболеваниях. Помимо этого, увеличивается продукция и других гормонов – гормона передней доли гипофиза, АКТГ, щитовидной железы, половых гормонов и некоторых других. В 1972 году исследователям, изучающим биологическую основу наркомании, удалось точно локализовать в мозгу человека рецепторы, с которыми связано специфическое воздействие опия и его производных – морфина и героина. Существование таких рецепторов могло быть объяснено тем, что какие-то сходные вещества вырабатываются в самом организме и действуют через эти рецепторы. И действительно, сейчас уже обнаружен ряд таких естественных опиатов, которые называются эндорфинами, сокращение слова – эндогенные морфины. Эйфория, испытываемая человеком от приема наркотиков, возникает в результате связывания их с опиатными рецептами, расположенными в головном мозге, точнее в лимбической системе. Но оказывается, подобное состояние можно достигать, естественно, с помощью длительных циклических упражнений, например, бега, во время которых весь организм человека употребляется огромной чакре, вращающейся при движении. При этом происходит повышенная выработка психической энергии, которая, в свою очередь, через головной мозг начинает продуцировать эндорфины, которые продлевают энергетическое действие эмоций радости, счастья, вдохновения на физическом уровне. Теперь становится ясным, почему волевое напряжение, заставляющее человека длительно двигаться с оптимальной интенсивностью 120-160 ударов в минуту, сердечные сокращения, заряжает организм энергией высшего качества, психической, усиливает обменные процессы, повышает содержание красных кровных телец и гормонов в крови, устраняет боль, вызывает подъем настроения, останавливает развитие воспалительных процессов и аллергических реакций, вылечивает от неизлечимых болезней. Регулирование через парасимпатический отдел вегетативной нервной системы осуществляет обратные реакции соматическому, поэтому функция симпатического отдела проявляется тогда, когда требуется повышенная активность организма, борьба или бегство. Функция парасимпатического отдела отмечается во время отдыха, сна, еды. В зависимости от того, какой отдел нервной системы активизируется от той или иной эмоции, их принято делить на стенические, от греческого стена сила, и астенические, приставка А означает отрицание. Стенические эмоции обеспечивают организм энергии, тонизируют нервную систему, возбуждают защитные силы, а стенические эмоции, наоборот, подавляют активность человека, расслабляют, тормозят. К стеническим эмоциям относятся радость, злость, гнев. К астеническим – тоска, тревога, благодушие. Эмоции можно подразделить на простые и сложные. Сложные эмоции принято называть чувствами. Чувства существуют более длительно, чем эмоции, и определяются нашим интеллектуальным развитием. Они отражают наши высшие потребности. Осуществляв взаимодействие личности с окружающими людьми, природой, чувства любви, сострадания, чести, стыда, нежности, солидарности и т.д. Чувства условно делятся на этические, моральные, нравственные, интеллектуальные, то есть познавательные и эстетические. Настроение – эмоциональное состояние, которое обычно не бывает чрезмерно ярким, но зато характеризуется относительной устойчивостью в течение более-менее продолжительного времени – часа, дня, недели. Настроение может быть грустным или спокойно умиротворенным, тревожным или тоскливым, торжественным или веселым. Настроение – это своеобразный эмоциональный фон, отражающий насколько мы уравновесили биологические и социальные потребности личности. Аффекты – кратковременные, но предельно яркие, бурные эмоциональные вспышки, восторг, гнев, ярость, ужас и т.п. Состояние эмоционального возбуждения в высшей степени. Аффекты возникают в связи с определенными раздражителями и поэтому всегда конкретно направлены. Как правило, в состоянии аффекта человек действует под влиянием реактивного ума. Аналитический ум отключается, и человек не контролирует своих поступков и действий, о чем в последствии жалеет и оправдывает себя. Вот как Лев Николаевич Толстой описывает состояние аффекта у Пьера Безухова в «Войне и Мире». Он физически страдал в эту минуту. Грудь его стесняла, и он не мог дышать. Он знал, что ему надо что-то сделать, чтобы прекратить это страдание. Но то, что он хотел сделать, было слишком страшно. «Нам лучше расстаться», проговорил он прерывисто. «Расстаться? Извольте. Только ежели вы дадите мне состояние», сказала Элен. «Расстаться?» «Вот чем испугали». Пьер вскочил с дивана и, шатая, сбросился к ней. «Я тебя убью!» закричал он, и, схватив со стола мраморную доску с неизвестной ему еще силой, сделал шаг к ней и замахнулся на нее. Он бросил доску, разбил ее и с раскрытыми руками, подступая к Элен, закричал «ВААААААА» таким страшным голосом, что во всем доме с ужасом услышали этот крик. Страсть – сильное и длительное эмоциональное состояние. Страсть подчиняет себя основную направленность мыслей и поступков человека, стимулировавая к активной деятельности, целью которой является удовлетворение совершенно определенных целей. Но при этом в сознании личности постоянно доминирует не столько содержание движущего мотива страсти, а эмоции ее поддерживающие. Давайте более подробно рассмотрим состояние аффекта и страсти. В этих состояниях психическая энергия оттягивается и расходуется на открытие той или иной чакры с последующим повышением вырабатываемой этой чакрой энергии, в то время как другие чакры закрываются или работают на минимуме. В результате подобной деятельности создается разбаланс энергии в полевой форме жизни с преобладанием той, которую вырабатывает переактивированная чакра. Проиллюстрируем это примерами. Аффект и страсть радости в основном состоит из электромагнитной энергии и вырабатывается анахатой чакрой. Чрезмерная выработка этой энергии перенапрягает и вредит сердцу. От радости, говорят, аж дух захватило. Смещает общую энергетику организма вверх. Радость окрыляет. Вегетативная нервная система чрезмерно активирует свой симпатический отдел, соответственно изменяя состояние органов и тканей. История знает массу примеров, когда люди умирали от неожиданно свалившейся на них радости. Аффект и страсть гнева в основном состоят из световой и тепловой энергии и вырабатываются манипура чакры, контролирующие печень, желудок, двенадцатиперстную кишку, поджелудочную железу. Когда человек захвачен аффектом или страстью гнева, о нем говорят, он ослеплен, пылает и кипит от гнева. Чрезмерная выработка этой энергии вредит всем пищеварительным органам, ибо активация симпатического отдела вегетативной нервной системы блокирует работу пищеварительных органов, вырабатываемые в большом количестве гормоны и другие высокоактивные вещества, например, адреналин, не срабатываясь, как это было предусмотрено природой, сражаться или убегать, и оказывают повреждающие действия на организм. Это приводит к несварению, изжоге, язвам желудка и кишечника. В повышенном количестве разрушаются в печени красные кровяные тельца, накапливаются желчные отходы. В результате человек желтеет и зеленеет от гнева. Повышенное количество продуцированной световой энергии портит голографическое тело организма, подавляет аналитический ум, ухудшает работу памяти. Аффект и страсть тоски, самосожаление состоят из гравитационной энергии и вырабатываются двумя нижними чакрами – Сватхистаной и Муладхарой. В народе подмечено, что от тоски, самосожаления, все вниз опустилось, то есть вырабатывается повышенное количество гравитационной энергии, что вызвало повышенное чувство тяжести в нижней половине тела. В состоянии тоски, самосожаления, тревоги, затянувшегося страха, угнетается деятельность симпатического отдела вегетативной нервной системы, что приводит к ослаблению перистальтики, снижению выработки гормонов, активирующих организм. Все это выражается в появлении запоров, атоней кишечника, снижении половой потенции, расстройстве менструального цикла у женщин, вплоть до полного исчезновения. У кормящих женщин аффекты могут вызвать пропадание молока. Вот в чем я, например, не разберусь. Душа и тело слиты нераздельно. Так отчего же тесный их союз не оградил их от вражды смертельной? Гёте очень интересно подметил. Не мудрено, что Гёте этого не знал, а мы с вами теперь знаем и будем стараться делать так, чтобы слитые нераздельно душа и тело смертельно не враждовали между собой. Образное мышление, как обычно мысль, состоит из некоторого запаса психической энергии, которая оформлена в виде предмета, картины, живого существа. В итоге этот образ, отделившись от своего создателя, живет некоторое время самостоятельно жизнью, пока не израсходуется психическая энергия и его поддерживающая. Человек может наложить созданный им мыслеобраз на себя или на другой предмет человека и так далее по своему желанию. В этом случае мыслеобраз передаст свою информацию данному предмету человеку или самому себе. Чем длительнее и интенсивнее создание мыслеобраза, тем сильнее его последующее действие. Для самоизлечения с помощью образного мышления необходимо создать яркий, возможно более живой и устойчивый чувственный образ. Для этого мысленно воспроизведите необходимую форму, цвет, звук, запах, консистенцию, свойства и так далее, воображаемого органа или всего человеческого организма. В результате такой работы ваш мыслеобраз приобретет активные свойства, которыми обладает и реальный орган или организм и вызовет реальные изменения в вас с заложенными качествами в мыслеобразе. Откуда берется загрязнение и искажение, влияющие на психическую активность человека? Пришла пора осветить этот вопрос, ибо дальше без его знания все будет искажено и непонятно. И здесь мы с вами сталкиваемся с понятием кармы, законопричиной и следствием. Если обратиться к древним источникам, например, афоризмам по Танджале, то можно узнать следующее об этом законе. Вместитель кармы имеет свой корень в источниках беспокойства и узнается в видимых и невидимых рождениях. Заключающийся там корень вызревает в условиях жизни, продолжительности жизни и опыта. Страдание, которое не наступило еще, устранимо. Причина этого устранимого страдания – соединение зрящего со зримыми вещами. Карма бывает двух родов – с началом и без начала. На первый взгляд, это полнейшая абракадабра. Но не будем спешить и обратимся к современным исследованиям в области человеческой психологии. Станислав Гроф на основании 30-летнего опыта изучения терапевтических возможностей измененных состояний сознания пришел к тем же самым выводам, что и мудрец по Танджале. Свою психотерапевтическую работу Гроф начал как убежденный фрейдист, преисполненный энтузиазма по поводу кажущейся объяснительной мощи психоанализа, но разочарованы и озадачены его терапевтической неэффективностью. В результате было обнаружено, что не только практика, но теория психоанализа нуждается в коренном изменении. Без какого-либо программирования и даже против моей воли пациенты выходили за рамки биографических областей и касались таких сфер психики, которые не обозначены в психоанализе и академической психиатрии. Более того, основные терапевтические изменения происходили не в контексте с травматическими событиями периода детства, а в последующих мощных трансбиографических, то есть выходящих за рамки биографии личности, переживаниях, которые традиционная психиатрия предпочитает рассматривать как симптомы психических заболеваний и которые она пытается подавлять всеми всевозможными средствами. Итак, что же обнаружил Гроф на своих сеансах? По мере погружения обыденного сознания с его аналитическим умом в полевую форму жизни и далее в первичное сознание человека проходит несколько областей с различным информационным содержанием. В каждой области имеются источники беспокойств, влияющих на здоровье и судьбу человека. Если источник беспокойства пережить заново, то он исчезает и больше не беспокоит человека. Происходит, как говорил Патанжали, соединение зрящего аналитического ума со зримым, то есть теми ситуациями, которые происходили с человеком и наложили на него свой информационный отпечаток, но по какой-то причине не были осознаны аналитическим умом и из-за этого стали причиной патологии в теле и так далее. Какие области проходит аналитический ум при погружении в полевую форму жизни и далее в первичное сознание? В самом начале погружения люди видят цветные геометрические фигуры, слышат звенящие и гудящие звуки, появляются ощущения в различных частях тела, вкусы, запахи и так далее. Следующая легко достижимая область – это уровень биографических воспоминаний. На этом уровне все неразрешенные конфликты и источники беспокойства могут возникать из полевой формы жизни и становиться содержимым переживания. Переживания включают в себя не только эмоции, но также физические, зрительные и другие ощущения всплывающего источника беспокойства. При этом наблюдается полная возрастная регрессия, уход в детство, к той стадии развития, когда происходили события, ставшие источником беспокойства. Как правило, это ситуации, связанные с травмами, угрозой для жизни и целостности организма, которые приводят к появлению неизлечимых психосоматических заболеваний самого различного характера. Вот несколько примеров из моей практики. Город Москва, Б.И. На нас свалила страшная беда. Заболел наш мальчик, возраст 11 лет. Никогда ни на что не было жалоб. В августе 1994 года он был на отдыхе Азовское море. На водной горке упал. Перенес шоковое состояние. Жалоб не было. Состояние было хорошее. После болезни ОРЗ сдали анализы и был обнаружен сахар в крови. В моче сначала 1%, потом 2% сахарный диабет. Город Майкоп, Б.Г. В октябре 1993 года получила травму, перелом копчика. Лечащий врач сказал, что необходимо вправлять копчик. Вправление провели в поликлинике. Но кроме потери сознания оно ничего не дало. Два дня находилось в состоянии шоков. В результате у меня появились хронический гастрит, дискинезия желчных протоков, пилонефрит, энтероколит, увеличение матки, подозрение на миому. Никакое лечение не помогает. Город Железноводск, ИА. В 13 лет мне удалили гланды. Врач был в двух очках и удалила нечаянно здоровую ткань. Не могли остановить кровотечение, накладывали швы. После этого я стала терять голос. Город Пермь. А.Л. Мужчина. Сейчас ему 41 год. С рождения был здоровым человеком. В 20 лет получил травму. Во время игры в волейбол прыгнул голой пяткой на гвоздь. После заживления раны сразу же начался диабет. Среди родственников диабетом никто не болел. Никакое лечение не помогает. В 9 лет мне сделали операцию аппеницита, во время которой хирург проколол тонкий кишечник. Через 3 дня прооперировали второй раз. Разлитой перитонит. Выжила, по словам врачей, за счет очень здорового организма. С этого времени началось гаймориты, ангины, гриппы, танзелиты, общая слабость и хилость. Следующими областями за физическими травмами являются уровни, в основном содержащие явления рождения и смерти. Они также биографичны по своей природе. Наиболее характерные переживания, которые считывает аналитический ум, это физическая и эмоциональная боль, болезни, одряхление, старение, умирание и смерть. Осознание смерти находит свое выражение не только в видениях умирающих людей и животных, кладбищ, похорон, разлагающихся от трупов, скелетов, но также в глубоко переживаемой встрече со смертью, очень убедительным и реальным. Переживая агонию и умирание, человек одновременно испытывает состояние напряженного борения за возможность быть рожденным и или рожать. Переживания смерти и рождения многообразны, сложны и связываются с различными выходящими за рамки биографии личности переживаниями мифологического, мистического, исторического и тому подобного характера. И в этом нет ничего удивительного. Смерть есть рождение в мире полевых форм. И все, что человек там видит, запечатлевается в виде глубоко скрытой голографической информации. Это же самое можно отнести и к объяснению исторических эпох. Человек живет много жизней и все они записаны в виде голографического кода со своими источниками беспокойства. За этой областью следует другая уровень воспоминаний о полевом мире, в котором человек живет в промежутках между жизнями на земле. Вот основные качества этого переживания. Чувство мира, безмятежности, покоя, океанического экстаза, святости, нерушимости, посвящения, отсутствие сковывающих пространственных и временных рамок, богатство прозрений космической сопричастности и единства. Специфическое содержание этого опыта выражается в ситуациях, для которых характерно отсутствие границ и препятствий. Это как раз указывает на то, что в мире полевых форм существует совершенно другой способ передвижения, для которого нет границ. Сюда же относятся образы природы, видимые в ее лучшем проявлении, видение неба и рая. К этим переживаниям относятся слияние с другим человеком и образование двойного единства. Многие люди переживали идентификацию с существующими формами жизни, в результате чего сумели глубоко проникнуть в психологию животных, понять их специфические привычки. Наблюдались случаи, когда эти переживания сопровождались соответствующими мускульными напряжениями и даже движениями, не характерными для человека. Имеются люди, которые переживали эпизоды идентификации с растениями или их частями. Они сообщили об удивительных прозрениях таких биологических процессов, как прорастание семени, фотосинтез в листьях, вода и минерала обмен в корневой системе, опыление. Другие пережили идентификацию снежевой материи или неорганическими процессами, огнем, вулканической деятельностью, золотом, бриллиантом, звездами, галактиками, молекулами и атомами. Это есть не что иное, как самый древний и правильный метод получения знаний посредством идентификации получать прямое знание об интересующем нас объекте. Этим секретом владели древние мудрецы, которые без микроскопов, телескопов, спутников, спектрального анализа и другой чуши собачьей познавали окружающий мир, используя в качестве основного инструмента собственное первичное сознание. Двигаясь дальше, аналитический ум может идентифицироваться с космическим сознанием или универсальным разумом. Пределом переживаний оказывается идентификация со сверхкосмическим, таинственной, изначальной пустотой, которая осознает само себя и содержит все сущее в зародышевой и потенциальной форме. Вот мы и добрались до атмана древних мудрецов. Как его ни назови, бог-отец, вакуум, изначальная пустота или сверхкосмическим нечто. Как видно из исследований Грофа, человек, как самостоятельное существо в виде полевой формы жизни, существовал задолго до возникновения солнечной системы и появления на земле человека разумного. Елена Блаватская в своих книгах «Тайная доктрина» раскрывает эту тему. В каждом человеке содержится информация обо всем мире, каждый человек потенциально может контактировать с каждой частью этого многообразия бытия, которое представляет собой целостную космическую структуру. Закон кармы как раз и разъясняет это положение. Первое. Карма бывает двух родов с началом и без начала. Карма без начала это возникновение вселенной, в которой находится разумная часть каждого человека. Карма с началом это наступление периодов, в котором человек стал действовать сознательно и накапливать положительный и отрицательный опыт в первичном сознании. По-библейскому она началась, когда Адам отведал яблоко от дерева добра и зла. Второе. Вместитель кармы имеет свои корни в источниках беспокойства и узнается в видимых и невидимых рождениях. Положительный и отрицательный опыт, накопленный в первичном сознании, контактирует с целостной космической структурой, которая направляет первичное сознание в соответствующие условия, страна, семья, окружающие вас люди, обстановка, ситуация и так далее. Третье. Заключающийся там корень вызревает в условиях жизни, продолжительности жизни и опыта, отрицательный и положительный опыт свернут в виде голографического кода в первичном сознании. Это корень, чтобы он вызрел и проявился, вас направляют в соответствующие условия жизни, в которых раскручивается голографический код отрицательного и положительного. Например, многие люди удивляются, почему им досталось такое дурное детство, родители, дурацкие ситуации, болезни и неурядицы. Оказывается, вы собственным голографическим кодом притягиваете соответствующее окружение и создаете неурядицы. Если даже попадаете в благоприятное окружение, то все равно проявляется дурное или благое действие вашей кармической голограммы. Пример взят из жизни. У меня никогда и ничего не выходило. В любом деле я проявлял старания, но в итоге получало столько хуже. Я никогда не мог прилично заработать. Там, где другие люди зарабатывали хорошо, я получал гроши и ни разу даже рубля не выиграл ни в одной лотерее. Первый мой брак был неудачным. Женился второй раз. Уж какие приличные родственники были у моей второй жены. Ни с того ни с чего начались скандалы между всеми членами семьи. Сплошное непонимание. После этого я стал задуматься о всем происходящем. Я вспомнил и проанализировал все 25 лет оставшийся за спиной и понял страшную вещь. Мало того, что я сам неудачник, я еще несу с собой неудачу людям. Судите сами. Во время моего рождения мой отец и мать жили хорошо. У отца была хорошая работа. Когда я родился, отец стал пить, потерял работу, мать с ним развелась, средств на жизнь стало не хватать. Мать повторно вышла замуж за хорошего, обеспеченного человека, но он вскоре ушел к другой женщине. В школе я учился в самом отстающем классе. Когда его расформировали, я попал в самый лучший и дружный класс. И этот класс на глазах превратился в сборище прогульщиков и эгоистов. Никакой дружбы. В армии мне досталось показать на рота. За полгода эта рота переместилась на первое место в списке штрафников. После армии я устроился в гараж с водителем. Зарплата почти не поднималась. Машины из-за отсутствия запчастей встали. Все стали нервными, участились в скандалы. И вот я уволился. Не прошло и полмесяца, как там подняли зарплату в три раза. Появились средства у предприятия. Машины вновь стали работать, а место мое уже было занято. Один знакомый предложил мне работу на малом предприятии. Я принял его предложение и прибыль ушла, зарплата упала. Я не мог найти начальной причины неудач. Все возникало неоткуда, само собой. И все описанное мной это только десятая часть того, что со мной произошло. Где бы я не появлялся, за мной по пятам идет неудача. Четвертое. Страдание, которое еще не наступило, устранимо. Если с помощью определенных методик пережить аналитическим умом свернутые голограммы, разворачивание голограммы означает разрежение энергии ее составляющих, которых заключены ваши прошлые источники беспокойства, они теряют сил. Аналитический ум их раскручивает во время повторных переживаний, и энергия содержащаяся в них теперь не притягивает жизненной ситуации людей и тому подобное, имеющих аналогичные голограммы. Вот так можно заранее избавиться от болезней жизненных неурядиц, которые ждут своего часа для вызревания. В заключении Станислав Гроф утверждает, что практическая работа показывает, что динамическая структура психогенных симптомов, то есть энергия накопленных проблемных голограммах содержит исключительно могущественные эмоциональные и физические энергии. А в этом нет ничего удивительного. Химическая энергия образует одни связи атомно, другие квантовое, третье, психическое, четвертое, которые возрастают по своей энергоемкости. Поэтому любая попытка серьезно повлиять на них исключительно проблематично. Именно по этой причине химиотерапия кое-что может сделать на уровне физического тела, облучение на уровне атомов и молекул, правильная психотерапия на уровне полевой формы жизни и первичного сознания. Отсюда и соответствующий эффект минимальный при химиотерапии и максимальный при психотерапии. При этом необходимо помнить, что такие расстройства, как состояние тревоги, депрессии, алкоголизм, наркомании, астма, мигрень, сахарный диабет могут быть удалены при проработке уровня рождения и смерти. Но в тех случаях, когда корень кармы глубок, надо пройти интенсивные переживания прошлых жизней. Помните, психика человека не итог биографических событий его жизни, а проявление равное вселенной. Вот теперь мы знаем, что физическое самочувствие определяется психическим состоянием. Знание особенностей взаимоотношений психики и тела позволяет понять, как на основании тех или иных эмоций, настроений, кармических влияний и так далее формируется жизненный тонус, активность человеческого организма и почему благодаря здоровому духу мы имеем здоровое тела.